приветствую вас любители шашлычного виски вы на канале алкофил с вами я филипп и сегодня у нас продолжается рубрика лучше виски для шашлыка и у нас на дегустации отливант виски с острова айла это бомо даск легендарные винные финиш и бомо большая бутылка еще с чайками а как известно чайки на старых бутылках бомо прибавляют плюс 10 вкусу так что не все так просто и однозначно значит даск при крепости 50 градусов разливался в 2000 и 2006 году это финиши в красных винах бордо значит здесь у меня рамка накатана видите с тонкой ващиной на 5 проволочек и вот здесь вот очень хорошо припаяно это я вот накатывал чтобы вставлять в ульи и получать так сказать мед чтобы пчелы потом наращивали и там мед закачивали вот вы можете видеть целую стопку я накатал так а у нас бомо даск этот сэмпл я приобрел на 7 московском виски симпозиуме стоил он недорого поэтому я взял 40 миллилитров я уже пробовал этот виски и думал что это будет прямо легендарнейший бомо вот как бы чайки прилетели принесли удовольствие но по факту не все так однозначно и давайте его оценим цвет у него непонятно крашеный по-моему крашеный все бомо красят крепость 50 процентов эйби что не может не радовать и скорее всего он без холодной фильтрации вот такой не цвет такой немножко красноватый медный обсказал есть что-то знаете именно такого винного ничего остался этой бутылочки но все не не вылить все равно остаются какие-то капли давайте оценим аромат по аромату он сейчас просто холодно меня потому что в сарае холодно пути температура на улице градусов 15 но сарай каменный в нем еще не прогрелся до конца так что сидеть здесь прохладно значит спиртозность присутствует значит уже плохо для шашлычного виски но повышенная крепость 50 процентов эйби значит хорошо запах в основном винный чувствуется вот тут винная бочка что поработала такой виноград танины пахнет вот вином красным такой же вот тяжелый запах также есть небольшой-небольшой намек на дым какая-то кислинка возможно даже как будто бражная какой-то виноматериал коньячность есть вот эта парфюмерность которая присуща современным религиям зомбомо но она как бы не явно выражена но есть такая небольшая лаковость небольшая цитонистость виски без указания возраста кстати жирный маслянистый поэтому как бы нас спирты еще и финишированный поэтому я думаю что средний возраст спиртов 7-8 лет наверное молодость чувствуется ну такой знаете резко спиртозный вроде бы как бы вином не заполировали все равно присутствует колкость вот на аромат есть вот этот ацетонистость к это спиртяжность есть такой немножко противненький и это вот спиртяжность дымность перебивает еще вот в бомо который я пробовал там 10 12 15 18 25 в них еще такая на мой вкус опять же в аромате есть овсяное печенье вот такой аромат овсяного печенья вот здесь такого нету тут больше кислота и как это лаковость такая древесность по аромату наш не сильно выдающийся ну как бы интересный но могло быть и лучше дать попробую на вкус по традиции за подписчиков канала кофе вот на вкус он гораздо лучше тут уже есть дымность чувствуется табачный лист терпкость какой-то кофейная кофейная горечь очень много лака очень много древесины вот это сушащее послевкусие как от красного вина сухого она очень тонина и очень обволакивает и такая ягодная кислинка есть вкус тут однозначно лучше чем аромат хотя после проглатывания и вкус тоже немножко развивается но во вкусе есть приятное приятное легкое копчение тут наверное как во всех бомо примерно 20 25 ппм кстати во вкусе крепость не чувствуется это большой плюс для шашлычного виски потому что так знаете мягенько идет не сказал бы что 50 вот 46 на максимум я бы дал потому что спирты на самом деле очень мягкие вот они на аромат вроде бы пахнут спиртуозность есть вот какая-то лаковость ацетонистость а парфюмерность вот это какая бражная кислинка а во рту они очень мягкие вообще не колят не щипят вот брукладин при классе клади он же тоже как бы смесь бочек типа бурбоновых и 5 процентов там от вина и тоже 50 процентов и били и вот там вот спирты колят когда в рот набираешь они дают о себе знать а здесь идет был гораздо мягче прям гораздо приятнее кстати после проглатывания аромат стал более сладкий появился кстати знаете что картон теперь мокрый появился мокрые салфетки вот такое что-то и вина материал теперь стал такой не сильно кислый а какой-то припыленный но аромат все равно в целом кисло-сладкий кисло-сладкий с таким легким намеком какой-то землистости нету прям и явного дыма нету явного торфа вот сейчас эта кислинка перекочевала во вкус такая винная приятная как вот виноград наверное какой-то может быть даже горькая цедра у лимона кислые ягоды вот как вот вот кислые ягоды потому что ягодный вкус ягодный и вот эта кислинка да это какая-то смородина кислая либо какой-то может крыжовник кислый либо кислый виноград но я скажу так вот сейчас он мне понравился больше чем когда его пробовал первый раз у меня бутылка была почти полная он как будто только отпробовал от него и он мне тогда первый раз вообще не понравился ну как так вроде бы легендарный бумо с чайками а он ну как бы ничем не отличается от этом грубо говоря двенашки какой-нибудь ну чуть лучше чуть крепче как бы ну а по ощущениям тот же а вот сейчас он мне чуть больше понравился сейчас я за него поставлю наверное 84 85 баллов а первый раз когда я пробовал наверное 82 83 вот так вот возможно если бы потеплее сейчас было бы в сарае я думаю даже 86 может поставил но у него аромат вот винный финиш и не знаю мне кажется они слишком заполировали его ушел дым кожи нету замши нету и он стал такой знаете какой-то плесневый погреб с виноградным уксусом вот такое что-то вот вы заходите в какое-то помещение которое там все в плесени как грибок на стенах там капает с потолка и вот этот земля запах земли и туда вот этот уксус яблочный или виноградный разлили и потом заходите и вот пахнет вот этой же плесенью земляной и плюс вот этим уксусом еще кислинка дается хотя все равно какая то знаете такое печенье все таки овсяное немножко немножко миндальное такое печенье проскальзывает но все равно парфюмерность вот забивает и какая-то такая лаковость мне кажется не очень хорошие ноты для этого виски лаковость такая и ацеплонистость я вот так бы назвал но в принципе как бы нас бомо из-за чаек из-за розлива это кстати неизвестно какой розлив либо 2000 года либо 2006 но из-за этого были ожидания завышены ну так в принципе неплохой виски если нравится вам винные финиши именно красных вин французских то я думаю вам понравится мне такие финиши не очень нравится ожидания у меня были завышены поэтому не сказать что шедевр причем наверное бутылка этого бомо даск стоит сейчас тысяч тридцать наверное если не больше а тогда он наверное стоил он сколько 50 фунтов или 40 даже в 2000 году может даже 30 послевкусие кисло винный материал какой-то такой жмых у него виноградный косточка вот и горчит танины и тоже лаковость вот древесная особого дыма нету дым во вкусе чувствуется вот дым танины нет мой вердикт 84 балла бомо даск получает думаю объективная оценка так а вам спасибо за просмотр вы были на канале алкофилл с вами был я филипп подписывайтесь на youtube канал подписывайтесь на яндекс дзен все всех обнял пока пока пока